Тут я кое-как начала вести свои социальные сети, но у меня никаких сожалений нет. А давайте я вам покажу плоды моего труда. Вот не боюсь сказать, это я вырастила. Я подрезала, я удобряла. Посмотрите, это настоящая болгарская роза. И это первый год, когда у меня вот такие плоды. Жалко, я не могу вам передать запах. Вот. Все вот этими ручками. И, кстати, насчет ручек. Не забывайте пользоваться перчатками, потому что я тут подсела на стрижку можжевельника. Получила дичайшие ожоги и сейчас все мажу. О, давайте я вам покажу, что я провезла в багаже, значит, на отдых. Ну, разные женщины кладут купальники, туфли на каблуках и все остальное. А у меня с собой была муча. Посмотрите, как это выглядит. 12 килограммов вот этой штуки, заказанной на Яндексе, сделанной нашими производителями. Кокосовая стружка. Написано, что три года, в принципе, эта штука будет лежать и охранять ваши стволы деревьев от сорняков, от всякой хрени. Ну, честно, мне это нравится. А через три года оно растворится, будет просто удобрением. А я сошла с ума на почве агропромышленной промышленности. И я даже не знаю, как это называется. Короче, на почве сельского хозяйства. Вот это я обязательно хочу вам показать. Это тюльпановое дерево. Посмотрите, какие у него красивые цветы. Оно первый раз у меня цветет. Я покупала его маленьким. И самое главное, что до минус 30 градусов выдерживает. Теперь я с него пылинки сдуваю. Сейчас на ваших глазах пройду варку из роз. Вот здесь у меня красные розы. Они хуже растут. А вот это белые. Белые ссяку нещадно. И вот чем больше я их стригу, тем больше у меня вот так они заплетаются варку. Эти похуже, но в этом году все равно прогресс. Пошла. Берете ли вы в жены Лолиту Милявскую? Беру, беру. Сама себя беру. С удовольствием. И в жены, и в мужья. А у Боцмана схорон под деревьями. Ну, еще заодно пометим. Оттуда он только достал кусок протухшего мяса и с удовольствием сел. Боцмана, я же тебе даю свеженькое. Нафига тебе прятать что-то? Нет, все равно. Мы спрячем и съедим. Что касается кабалы, я христианка, да, и человек верующий. Кабала не религия, это, скажем так, это дополнительное образование, которое помогает мне, как христианке, быть лучше христианкой. Кабала – это фактически область знания, которая тебе расскажет обо всем. И о мусульманстве, и о христианстве, и о уидействе. Ты получаешь те знания, которые тебе, к сожалению, не в состоянии дать священник. Кроме исповеди, которая займет минут пять, или ввиду большой симпатии полчаса с тобой поговорят, все равно это не то. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.